Два, три, четыре, пять. Правило о том, что в библиотеке нельзя шуметь, петь и уж тем более танцевать, давно стало пережитком прошлого. Сегодня книгохранилище это и игровая комната, учебное место, детский клуб и музей. Какого-то хотели? Нарисовать, пожалуйста. В рамках проекта Библионяня занятия по развитию речи, моторики и изучению окружающего мира проходят в 12 библиотеках города. Идея принадлежит Челябинскому управлению культуры. Чиновников поддержали городские депутаты, как говорится, и морально, и материально. Библиотеки пополнили книжный фонд, закупили игрушки и разработали спецпрограммы для малышей. Дети у нас играют, общаются между собой, танцуют. У меня первое занятие, дочка, наверное, в 7 полчаса просто танцевала. Конечно, это развитие ребенка, это общение, это работа в коллективе. Это очень интересно. Алина Чапурина готовит дочь к детскому саду. Заниматься дома скучно и родителям, и самим детям. А в рамках проекта Библионяня малыши познают основы математики, биологии и психологии. А также эти занятия служат и своеобразной подготовкой к детскому саду. Адаптация к детскому саду, соответственно, не нужны эти все вешенодорогие занятия, развивающие центры. Достаточно много общения и много интересных событий происходит. Для детей, я считаю, что этого достаточно. Я просто сама вижу, как другие дети меняются на глазах. Вначале дети приходят замкнутые, очень стеснительные, они не отходят от своих мам. А когда уже к нам какое-то время походят, ребенок начинает привыкать. Библионяня есть почти в каждом городском книгохранилище. Занятия проходят 2-3 раза в неделю. Проект существует всего год, но уже доказал свою эффективность. Это не альтернатива детскому саду или спецкурсам по развитию. Задача – открыть для ребенка новую среду и помочь родителям в воспитании.